Шум ветра, плеск воды, шелест травы. Эти звуки, доступные человеческому слуху, радуют, успокаивают. Света Козьякова в свои 13 лет их не слышит. У девочки двухсторонняя тугоухость в третьей степени. Красавица, умница. Сейчас она учится в специальном классе для детей с ограничением слуха, знает язык жестов и старается говорить. Но ее слуховые аппараты не позволяют слышать все необходимые звуки, потому Света не может воспроизводить их правильно. Пока мы разговаривали с мамой, Света засмущалась и даже расплакалась. Чаще всего девочка очень жизнерадостная, но воспоминания и осознание тяжелой действительности все-таки иногда накатывают. Через то, что мы с тобой прошли, это уже фигня, это уже семечки. Нет, девочки реально, когда ребенку ставят четвертую степень двухсторонней, это страшно. Но потом Света к нам привыкла, собралась и немного расслабилась, и даже решила с нами поговорить. Долго училась говорить руками, я просто не умею. Ты умеешь? Покажи что-нибудь. Это спокойно. Это спокойно? Да. А еще какое-нибудь слово? Ага. Думай. Думай? Да. А там у каждого слова есть свой знак или буква. Вот как, например, сказать Катя? Катя. Классно. А руками? Слова молодец слишком маленькая для этой девочки. С четвертой степенью глухоты люди разговаривают крайне редко. И то, что Света старается и воспроизводит большинство звуков, это огромное достижение. Мы даже не задумываемся, когда говорим что-то. Свети же для того, чтобы произнести какой-то звук, сначала нужно его услышать. Свети нужны слуховые аппараты, в которых она услышит весь спектр звуков. То есть так улучшится ее дикция, увеличится словарный запас. То есть она услышит то, что не слышит сейчас. И у нее поэтому страдает и речь, и письмо. А так она сможет полноценно развиваться в этих аппаратах, она будет все слышать. Чем больше девочка будет слышать, тем больше шанс, что она заговорит. Слуховые аппараты, которые нужны ребенку, за счет государства не предоставляются, а стоит необходимый прибор в 103 тысячи рублей. Этих денег у семьи нет. Мама и дочь живут вдвоем, в частном доме, без какой-либо поддержки со стороны. С помощью Росфонда удалось собрать 27 тысяч. Необходимо еще 75. Чтобы помочь Свете, достаточно отправить смс со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость одного сообщения 75 рублей. Мама и дочь будут благодарны за любую помощь. Екатерина Нерушкина и Павел Рютин. Новости сейчас. Продолжение следует...